привет дорогие из университета бремена и я приглашаю вас во вторую часть блога о конференции по астрономии привет моё выступление уже завтра и знаете что я начала репетиторовать свой ток и я вообще не укладываюсь в 10 минут я сейчас репетирую пытаюсь как-то это ужать и так пока не очень получается ничего ничего сейчас сейчас мы все сделаем все ок все нормально нужно просто потренироваться и сейчас еще не поздно так что вот сегодня был длинный день мы сначала слушали лекции приглашенным гостей на то что и видео вставила потом у нас были более маленькие сессии с докладами и я как раз таки буду завтра выступать такой сессии давайте я вам просто покажу не очень понравилась атмосфера моего стола сейчас просто просто жизнь так на компьютере у меня сейчас интересный проект для которой я делала для некоторых таких арт людей им им хотелось траекторию изобразить и вот я сейчас с ними созванивалась если хотите а потом побольше расскажу это не астрономический не научный проект это для искусства меня позвали поучаствовать не очень приятно еще она здесь визис обожаю их очень вкусно если не ели тут у меня планшет на котором я вот пишу что я буду говорить и пытаюсь это укоротить тут чек из моего отеля если вам интересно вот столько я заплатила за неделю я не плачу сама за отель у нас есть allowance 70 евро за ночь плюс-минус на жизнь на конференциях так что за это платит мой институт конечно самостоятельно ехать на конференции еще и за это платить было слишком много это мой бейдж с конференции браслетик с бали чашечку которую мне подарили санитайзер естественно пойдем пойдем репетировать может покажу вам кусочек или я слишком стесняюсь еще кстати очень забавный факт в аудитории будет сидеть ну порядка 50 человек может быть 30-50 и это немало да это хорошая аудитория я выступала на такую аудиторию но это было давно и неправда я выступаю для 30-50 людей и мне реально стрёмно то есть у меня начинается боязнь сцены где-то юля которая играла в театре и мюзиклах школе не знаю но сейчас мне начинается стейдж прайд и я вот тут задумалась что мои охваты в инстаграме например намного больше чем это у меня бывало времена сейчас поменьше потому что сейчас инстаграм в россии стал видимо какой-то непопулярный но хорошие времена у меня мог быть охвате по 600 человек и мне вообще было все равно что я там постила что там вообще было потому что это число 600 человек она вообще не воспринимается а вы прикиньте если всех этих 600 человек поместить в одну комнату это же офигеть как страшно никогда мне не возникало мысли ой стремно постить на инстаграм это увидят не знаю 600 человек а тут ты стоишь перед 30 людьми и так страшно в общем мне просто показалось что это довольно интересно да интересно так получается the great introduction about the nuclear transient search we are performing with the rosita following the hypothesis of a tde candidate it would be interesting to estimate the accreted mass maybe i have convinced you that this is a good tde candidate however there is one caveat the second option is that it could be a tidal disruption event or impartial to conclude we discovered with irisito 0 936 which is an x-ray bright ultra soft nuclear transient from aquaescent galaxy так ну все последний раз репетирую мне уже надоело мне уже выходить надо я вот оделась погнали с а 0 936 and the ultra soft nuclear transient in the number two radio galaxy the source was discovered in era 3 and it brightened by more than 10 times compared to previous erisita observation uh the spectrum of this source is quite soft with the temperature of around 70 eb when fitted to the все прошло тот же вечер у нас был потрясающий ужин от организаторов конференции доброе утро друзья сегодня пятница утра и честно говоря я в последние дни вообще ничего не снимала потому что меня так отпустило после того как я выступила и мне хотелось просто насладиться конференции и просто немножко отдохнуть и сегодня вот у нас последний день сейчас собираюсь пойти послушать погулять я с вами еще обязательно поделюсь каким-то фидбэком по поводу того как я выступила по поводу того как проходила конференция но сейчас давайте просто соберемся на завтрак и поедем посидим на последнем дне очень много эмоций впечатления это все так в новинку для меня самая большая новинка это были люди потому что я до этого мало общалась даже с людьми из своего института потому что как-то это все очень сложно было и тут мне кажется что мы так хорошо друг друга узнали так ну пойдем собираться я же немножко проспала но считаю что заслужила отдых каждый день у меня уже просто лук становится все проще и макия же все меньше и немножко больше опаздываю потому что на самом деле я просто так вымоталась за эти дни у нас тут дверь автоматическая так что немножко опоздала но пойдем с вами на полку еще послушай после семинаров мне удалось прогуляться по городу бремя кстати узнаете бременских музыкантов из мультика это символ города что ж друзья вот уже и суббота я сегодня улетаю обратно в мюнхен это была просто какая-то сумма сумасшедшая насыщенная классная неделя и я хочу еще многим поделиться с нее немного всяких мыслей по поводу толков по поводу презентации которые увидела организации конференции потому что это была гибридная конференция и таких мне кажется сейчас еще не очень много в целом хотелось бы сказать что это было просто супер я так довольна своей презентации я получила столько фидбэка от людей которые подходили интересовались задавали вопросы просто ребят которые подходили и говорили что им понравилось и что я хорошо выступила и это для меня очень ценно потому что я действительно очень старалась чтобы презентация была не только информативная но и чтобы материал был преподнесен в такой интересной манере чтобы человек из любой области астрофизики мог погрузиться в мою тему да и понять почему это важно и интересно и просто очень очень ценю что мой первый опыт оффлайн-конференции был именно такой что я лучше узнала своих коллег и теперь будет мне кажется другое ощущение приходить на работу когда ты знаешь людей вокруг тебя немножечко с другой стороны и вы знаете вы вместе как в лагерь съездили на несколько дней потрясающе буду участвовать еще в конференциях там у нас уже переписки мы обсуждаете куда дальше подать знаете сейчас я собираюсь и пока собираюсь я хочу вам показать свой лов сувениров и подарков конференции думаю это интересно нам в начале конференции видали вот такие сумочки это как не знаю такой мешочек как рюкзачок прикол его в том что он сделан из каких-то риса и кабло материалов кстати я выгляжу просто жутко ну ладно ничего это лук перед аэропортом и там лежало несколько вещей так тут у нас лежат всякие брошюрки очень интересным я их потом может полистали посмотрю журнальчик по-немецки правда куда мне журнал по-немецки мячик такой антистресс мячик некоторые люди выходили на свои презентации и типа на нем объясняли вот тут там звезда и тут вот такие штуки всякие магнитные поля нам дали такие маркеры ручки тут они такие космические со знаком конференции вот у меня три цвета есть еще у меня есть блокнотик еще я конечно на память оставлю себе свой бейтик такой санитайзер с космонавтом который играет на гитаре это магнитик это классная штука я даже взяла две одну брату отдам это наклейка на камеру на компьютере часто когда ты заходишь на зум звонок люди ставят разные properties то то что у вас сразу камера включается вы к этому не готовы такие просто уху а я тут тяжу бетербродный our universe awaits for you пришло время ехать домой в мюнхен надеюсь в будущем конференции будет все больше и больше благодарю вас за просмотр оставляйте лайк и задавайте вопросы в комментариях и мы увидимся с вами очень скоро в следующем видео пока